Не падай! Друзья, сегодня мы с вами изучим, что такое проходные выключатели, как они работают и как подключать их правильно вместе с перекидными. Я закажу в комнату, включаю свет, выключаю свет и засыпаю. Как это все подключается, я вам сейчас обязательно расскажу. И проходной, и обычный выключатели совершенно похожи друг на друга. На сегодняшний день на рынке существует несколько типов выключателей. Это простой выключатель, просто соединяет две точки. Самый простой вариант подключения я изобразил на чертеже. Друзья, сразу скажу, что я не пытаюсь сейчас как-то умничать или показывать, что я что-то такое прям не экстра, неординарное знаю. Я реально все эти ролики пишу в большей степени для себя, как и рисую эти схемы. У меня появилась задача создать чертежик, чтобы я не путался, смотрел всегда на схемку, обращал на нее внимание и собирал это в распаечной коробке. Я нарисовал ее и подумал, а почему бы мне не сообразить то же самое для вас и немножечко не рассказать. В данном случае видим простой выключатель, стандартный, то есть как он работает. Мы включили клавишу, ток прошел по линии и лампочка загорелась. Важно только одно понимать, чего я раньше не знал, и в своей квартире, когда делал ремонт еще в 20 лет, я совершил глупость в коридоре. Я разорвал ноль, а не фазу. Тем самым у меня получилась большая проблема. На сегодняшний день, когда мы перешли уже с лампочек реча на светодиодные, у меня постоянно мерцает лампочка в коридоре. Небольшой лайфхак сразу тем, кто еще с электрикой вообще не знаком. Но я уверен, если вы на этом канале, то вы уже знаете, что это такое и знаете, как этим пользоваться. Второй тип выключателей, он называется проходной. Что делает проходной выключатель? Он перекидывает фазу на два выключателя и работает всегда в паре. С другим проходным выключателем его нельзя поставить сюда, потому что он не будет работать так же, как и не будет работать простой стандартный выключатель в двух точках. Итак, допустим, у нас выключен свет. Мы заходим в комнату, включаем его, свет включился, все отлично, он горит. Мы проходим в конец комнаты и выключаем, ложимся спать. Но заходит следующий наш член семьи в комнату, пытается включить свет, а ничего не происходит, потому что, во-первых, он разорвал, во-вторых, и тут уже разорвано, потому что тут один член уже спит. И получается вот такая вот беда. То есть эта штука не работает. Бред, это нельзя так делать. Забудьте про эту схему. И мы с вами плавненько переходим теперь к проходным выключателям, которые ставятся уже в двух точках. Щиток, лампочка, наши выключатели. Как я уже говорил, что провод фазы мы кидаем на верхнюю часть нашего выключателя. Желтый с зеленым и белый с синим мы кидаем вниз. Они соединяются между собой. Этим кружком я обозначил саму распределительную коробку, или по-другому распаечную коробку. Фаза идет в выключатель. Из выключателя выходят два провода и соединяются с двумя контактами снизу нашего второго проходного выключателя. А фазовый провод идет на лампочку. Ноль мы просто соединяем в распределительной коробке друг с другом. Больше ничего. Сейчас у нас свет выключен. Соответственно, это на схеме было бы выглядело вот так. То есть здесь контакт не соединяется с этим контактом и не ведет ток дальше в лампочку, в источник потребления. Но мы зашли в комнату и захотели включить свет. Этим самым мы перевели флажок на состояние замкнутости на лампочку. Мы переводим этот флажок в состояние разомкнутой сети. Имея такую картинку перед глазами, собрать проходной выключатель крайне просто. Главные моменты, которые я для себя уяснил, запомнил и использую сейчас постоянно, это то, что с нижней части проходного выключателя я должен ввести провода желтый и синий. Сверху фазовый. Он бывает черный, белый. Какие они там еще цвета бывают? Вот такая принципиально простая схема. Включаю свет. Прохожу. Выключаю. Теперь следующий человек, который заходит в эту комнату, включает свет, проходит, выключает. И вы не представляете, насколько это прикольное ощущение, когда ложишься вечером в кровать и выключаешь свет в комнате просто лежа на кровати. Вся беда в том, что первое время я все равно подрывался с кровати выключить свет на входе у двери. И очень долгое время так и поступал. Теперь мы это все просто монтируем с вами на нашем этаже. И вот по этому самому принципу устанавливаем сюда фазовый провод, а сюда мы делаем желтый и синий. Так, второй проходничок, смысл тот же. Фаза, та, которая может быть любого цвета, кроме синего и желтого. Сюда, вверх, то есть там, где отдельно, зеленым и синий мы подключаем в два вот этих разъема. Вы сейчас поймете, насколько это все легко. Это система двух проходных выключателей. Во всех подрозетниках это выглядит именно так. Теперь, как все это выглядит в распаечной коробке. Проходной с черного хода. Это тот, который мы сейчас с вами подключали. Это у нас проходной, который под нами. И от счетчика ток. Вот это три контакта основных. И плюс сюда еще идет свет люстра, которую мы хотим запитать. Ну, это дополнительно будет фартук. Это просто надо дать ему ток. Ему не нужно никаких разъемов. Он просто подключается к фазе и к нулю. Сейчас мы общаемся только с двумя проводами, то есть с двумя проходными выключателями. Только с ними. Больше мы пока никуда не лезем. Мы соединили два желтых провода. И сейчас соединяем два синих. Фазы откладываем. Фазы отдельно. Это все, что идет только от проходных выключателей. Больше пока мы ничего не трогали. Вот. Соединили только это. Больше никуда пока не лезем. Теперь. Сейчас я очищу провод нашего светильника. И провод, который идет от счетчика. Так. Таким образом. Поцепляем первый. Пошел. К нему мы должны подключить фазовый провод. Идущий от выключателя. Еще раз объясняю. Вот этот провод, идущий от щитка, подает нам ток. Мы к фазе подцепляем один из проводов, который шел у нас с нашего выключателя. Проходного выключателя. Вот этот же провод. Он у нас подключается к нулю. Идущему от счетчика. Ноль. Который идет у нас от щитка. Сразу же подключается у нас к одному из проводов от лампочки. От нашего источника освещения. Это мы сделали. Это откладываем. Дальше. Второй провод от щитка. Вот он второй, фазовый. Мы подключаем к одному из проводов, идущих от проходного выключателя. И теперь нам остается один провод освещения, оставшийся. Напоминаю, один мы подключили к щитку. Один провод освещения, оставшийся запитать, с вторым выходом из проходного выключателя. Все. Мы с вами полностью завершили схему. У нас осталось только заземление. Честно говоря, я не знаю, как к освещению простой лампочки подключить правильно провод земли. В данном случае у нас просто лампочка Ильича. Вон она. На ней всего два контакта. Поэтому он будет заглушен. Да, с этого и начнем. Захожу. Захожу я, значит, в квартиру. И хочу включить свет. Иду дальше. На кухне делаю свои дела какие-то. Хочу выключить, чтобы пойти в ванную. Или спать. Я беру и... Работает. Теперь я расскажу, как использовать то же самое, но еще и с перекидным. Когда у нас в цепи больше, чем два выключателя. Третий тип выключателей называется он перекидной. Посмотрите на схемку. И вы видите, что у него четыре разъема. А установить его мы хотим сюда. Вот эти два провода, которые у нас идут на выключатель, мы должны просто разомкнуть. Ребята, работая с электричеством, обязательно обесточьте систему, прежде чем лезть в распределительный щиток. Это была шутка. Я вам не рассказал, какую ошибку я совершил. В спальне на первом этаже, в комнате, которую мы еще не доштукатурили, я там сделал систему с проходным и перекидным выключателем. Именно вот с этим. Потому что в остальных комнатах у нас только проходные. Не имея на руках этого выключателя, не зная, как правильно его соединять, я кинул везде по три жилы провода. А сюда требуется четыре. Хорошо, я не успел доштукатурить комнату и кинуть один провод, теперь для меня не проблема. А вот если бы я его уже закончил, наверное, пришлось бы просто замуровать и забыть. Ладно, собираем систему дальше. Вот именно вот так. Теперь выглядит наша распределительная коробка. И в ней всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь соединений. Напомню, до момента, когда у нас был дополнительный выключатель, у нас было на два соединения меньше. Было пять. Возможно, кого-то я сейчас поверил ужас тем, что я смонтировал все это на плите экструдированного пенополистирола. Но этим самым я хочу показать то, что эта система безопасная, она работает очень здорово. Проверяем, втыкаю в розетку. Как вы уже поняли, этот выключатель берет вот эти провода, он просто разрывает эту систему на двое. И провода от первого выключателя идут сверху, с нижнего выключателя идут сюда. То есть он как бы является таким регистром между двумя выключателями. И он так же работает. Допустим, это вход в спальню. Я захожу туда, а здесь два прикроватных выключателя. С правой и с левой стороны. Один член семьи лег, выключил свет. Второй член семьи, который уже спал, решил включить. Не знаю зачем. И это заработало. Первый говорит, блин, зачем ты включил? Я же спал. И выключает. Второй говорит, слушай, ну мне надо. И включает. В комнату заходит сын и говорит, слушайте, вы замучили уже со своими выключателями. И выключает. Мама говорит, нет, нужен свет, папа не нужен. Она говорит, нужен, не нужен, сын, да хватит. В любой комбинации. Один выключил, другой включил. Один включил, третий выключил. Этот включил, этот выключил, этот включил, этот выключил. И выключил. Потому что это отец, и он решил, что надо свет, чтобы горел в комнате Я думаю так Используя перекидные выключатели, мы можем в комнате сделать их просто неограниченное количество Добавляя их вот именно вот в эту развязку, последовательно Но, крайние будут два проходных, перекидные только в центр Поэтому, если у вас желание есть выключать и включать свет из любой точки вашей квартиры, пожалуйста Огромное спасибо, что вы смотрите канал Большое спасибо, что подписываетесь, ставите лайк И пожалуйста, сейчас прям бдзынькните в колокольчик, чтобы вам приходил каждый видос Тогда вы не пропустите ни одного видео, это же хорошо?